У Фортуны есть колесо, значит она циклист, писал Генрих Сенкевич. Болеслав Крус рекомендовал стать циклистом Стефану Жиромскому, а Марии Кюрис-Кладовская отправилась в свадебное путешествие на велосипеде. Сейчас, когда велосипедом уже никого не удивишь, мы расскажем несколько исторических моментов из архива польского велодвижения. Прежде чем конструкция хорошо нам известного велосипеда окончательно сформировалась, по Европе прокатилась волна самых разных его прототипов. В Варшаве в 1866 году производилось фурор трехколесное транспортное средство авторства художника Эдмунда Перла, приводимое в движение силой ног. Год спустя со всемирной выставки в Париже до польских земель добрались деревянные велосипеды типа Миша весом более 30 килограмм. Рудольф Вацеп, один из инициаторов движения велотуризма в Малой Польше, вспоминал реакцию жителей Львова на первые подобные машины. Удивление горожан было велико, но на улицах собирались толпы, а пораженные виденом львовские палкеры не отважились даже нападать на спортсмена, подозревая его в сговоре со злыми духами. По примеру этих машин, столеры и ламинице-любители стали создавать собственные велосипеды, однако они были неудобными и травмоопасными. В полную силу велосипедный бум разгорелся в 80-е годы XIX века, когда стали появляться остальные бициклы с колесами на резиновом ходу. Переломной датой стал 1886 год, когда в Варшаве, Лодзе, Кракове и Львове начали создаваться организации велосипедистов. В 1895 году любители двухколесных машин дождались своих печатных органов. В Львове стали выходить в журнал «Коло колесо» в Варшаве «Циклиста». Вместе с появлением нового транспортного средства возник вопрос, а как его назвать? Сначала поляки миновали его самоходом, колопедом или бициклом. На земле контролируемых Прусси иногда называли на немецкий манер... Фарадах... Фарадах или Недерадах... Скептики же окрестили эти устройства костетриасами, что, учитывая конструкцию первых велосипедов, вовсе не было преувеличения. На рубеже веков в Польше стало приживаться слово «ровер» от английского «ровер», что означает «странник». Также называлась британской компанией, выпускавшей велосипеды. Числу горячих поклонников велосипеда принадлежало и Болеслав Прусс. В 1894 году в Филитоне для ежедневного курьера он писал «Возможно, я ошибаюсь, но пока кто-нибудь не убедит меня в обратном, я останусь при мнении, что велосипед является одной из самых замечательных машин 19 века. Поезд дает нам скорость 30 верст в час, но при этом представляет собой летающую тюрьму, откуда невозможно выйти, которую нельзя остановить и которую приходится делить в них с всегда симпатичным соседом. А на велосипеде я передвигаюсь со скоростью 20 верст в час. Кстати, самостоятельно я двигаюсь со скоростью 8 верст в час, еду, когда мне нравится, останавливаюсь, отдыхаю. Отдыхаю где хочу и у меня нет попутчиков. К велосипедной тематике в своей публицистике писатель возвращался неоднократно и даже опубликовал рассказ из воспоминаний циклиста. Говорят, он даже заразил велосипедизмом Стефана Жеромского. Неудивительно, что в 1894 году Прус стал почетным членом Варшавского общества циклистов. Хотя и не совершал далеких эскапаг по причине своей агорофобии. Прусов вторил его соперник по литературному цеху Генрих Сентевич, который вступал в ряды этой же организации три года спустя. В своей инаугурации одной речи он сказал. У фортуны есть колесо, а значит она циклист. Пусть же она будет благосклонна к нашему обществу. Еще одним писателем из этого круга был Васлав Ганселевский. Сегодня забытый, но некогда весьма популярный автор исторических романов и произведений для юношества. Он способствовал легализации общества. Царские власти не хотели его регистрировать, зная, что под видом велосипедного туризма организуются патриотические мероприятия. Например, экскурсии в места, имеющие особое значение для истории Польши. Ганселевский, будучи историком-самоучкой, знал обычаи двора Романовых и неписанное правило, которое гласило, что все, что видело царское око, становится законом. Он придумал логкий ход. Во время проезда Николая II в Варшаве он развернул знамя велосипедистов. Как гласит легенда, царь взглянул на него, слегка займялся, но все-таки поприветствовал. У пружинистых, как тогда называли велосипедистов, проблемы были не только с властями. Поначалу к циклистам с недоверием относилась и значительная часть общества. В хронике Варшавского общества циклистов зафиксировано, как постепенно менялось отношение циклофобов, это оригинальный термин, недружелюбное поведение толпы, эпитеты типа «идиот», «сатана», которыми они нас одаривают. Это еще не самое страшное. Гораздо хуже господствующей среди интеллигенции предупреждения, что наш вид спорта не подходит для людей солидного возраста и звания. Однако сегодня этот предрассудок уже разрушен. Больше всего нас радует спортивный энтузиазм, явленный командой из Кулака, поскольку он наиболее эффективно устраняет все сомнения медицинско-гигиенического характера, часто высказываемые оппонентами нашего спорта. У нас в обществе уже 20 докторов, причем это заедлые спортсмены, фанатики велосипеда. Ищем хроникюр в 1892 году. Для преодоления накопившихся вокруг колесных машин предрассудков и их седокам старались соблюдать велосипедный этикет. Каждый пекущийся о благе спорта велосипедист, отправляясь на дорогу, должен помнить, что она не предназначена исключительно для него. И вести себя он должен так, чтобы ни у кого не было повода на него жаловаться. А если он увидит издалека, что лошади начинают пугаться, то ему следует сойти с велосипеда и по возможности скрыть его от их глаз. Или в этом случае хорошо сказать лошадям что-нибудь такое, что их успокоит. В конце 19 века публицист Александр Свинтаховский прогнозировал, что распространение велосипедистов станет одним из факторов демократизации общества. Звучит красиво, однако прежде чем это произошло, прошли долгие годы, в течение которых велосипед был игрушкой для состоятельных мужчин, жителей больших городов. Общества велосипедистов были закрытыми, элитарными. Для вступления в Варшавское общество циклистов нужна была рекомендация двух его членов, которые ручали за новичка словом чести. У велосипедистов вырабатывала собственная субкультура, специфическая одежда, собственные знаки отличия. Ситуация стала меняться во второй речи Посполитой, хотя и в это время велосипед мог себе позволить не каждый. Молгожата Шейнер в сборнике репортажей «Насыпать горы. Истории из Полесья» рассказывает историю полесского крестьянина Василия Ильичука, который не смог смириться с тем, что велосипед – это спор для господ, и сконструировал в 30-е годы собственную машину. Конечно, многие возражали против того, чтобы на велосипедах ездили женщины. Аргументы приводились самые разные. Ритмичные прикасания к седлу якобы приводили к распущенности, а сама езда на бицикле – деформации тазовых костей. На рубеже 19-20-х веков в клубах имелось сильное антифеминистическое лобби. Женщин туда не принимали. В прессе появились не слишком изысканные штуки вроде этой, опубликованной в 1896 году в журнале «Буха». Не знаешь, кто эти дамы? Наверное, велосипедистки. А с чего ты взял? Они ужасно страшные! Однако, несмотря на эти насмешки и предрассудки, велосипедисты сыграли очень важную роль в деле эмансипации женщин. Как бы там ни было, но машины дают свободу передвижения, а сам процесс прокручивания педали является манифестацией физической силы. Велосипед совершил революцию в области женской одежды. Практичные спортивные костюмы вытеснили тесные картеты и юбки пол. Находились и те, кто одобрял такие изменения. Часть врачей отмечала полезность движения на свежем воздухе. Некоторые считали, что издумывалось впереди панацея от лечения истерии. А в конце концов, и спортивное сообщество становилось все более благожелательным к велосипедистам. Гимн в честь варшавских циклистов о ангелов на велосипедах написали в 90-е годы XIX века Артур Окман. Взор восторженный туманит и розовой мечтой манит самое красивое на свете варшавянка на велосипеде. Самой известной велосипедисткой той эпохи была Каролина Каченская. О ее велосипедных подвигах ходили легенды. Она была первой женщиной, которая стала участницей самой популярной в России велосипедной гонки. Москва-Петербург. Произошло это в 1898 году. Каченская также совершала долгие одиночные путешествия, например, из Варшавы в Париж и обратно, чтобы увидеть Олимпиаду и Всемирную выставку. Тогдашняя пресса дала ей следующую характеристику. С 12 лет она начала ездить на велосипеде к огромному огорчению своих матерей и советских дам. В то время девушка в мужском спортивном костюме и жакете на улице в Варшаву. Это был большой скандал. А эта суфражистка мало того, что ездила по Варшаве, но и колесила по всему миру. Ездила туда, куда ее не звали. Она участвовала в спектр соревнованиях вместе с мужчинами и занимала первые ей места. Семья ее проклюла, а знакомые осуждали. А эта циркачка, зная себе, ездила и устанавливала в мировые рекорды. Коль скоро мы заговорили о пионерках велосипеда, стоит вспомнить и о Марии Складовской-Кюри. Эта нобельская лауреатка была заядлой спортсменкой. Вместе с мужем они организовали воскресные прогулки в пригороды Парижа, чтобы отдохнуть от лабораторных трудов. А во время отпуска совершали и более длительные вояжи. Свадебные путешествия они тоже совершили на двух колесах. От одной деревни до другой, из города в город, они проезжали на своих велосипедах живописной окрестностей Иль-де-Франс. С собой они взяли минимум одежды, только самую необходимую. При этом путешественников не пугает постоянно преследующий их дождь, потому что они запаслись большими резиновыми плащами, писала Эва Кюри. Межвоенное двадцатилетие для движения велосипедистов началось успешно. Двухколесный транспорт становился все популярнее. И в то же время появились первые польские велосипеды. Варшавские Орманды и Родонские Лучники. С логотипом, созданным по мотивам акварелию Владислава Скачилеса. В 1920-е годы организации, рассеянные по разобщенным в результате разделов страны-территориям, объединились в один союз польских велосипедных обществ. В региональных клубах все чаще появлялись женские секции. Большим событием стало выступление в 1924 году польской команды велосипедистов на Олимпийских играх в Париже. Она завоевала первую в истории Польши медаль. Очередной важный эпизод в истории этого вида спорта на берегах Вислы имел место в 1928 году. Тогда состоялся первый пробег вокруг Польши. Прообраз будущего тур Деполоми. Инициаторами этого соревнования стали два журналиста из газеты «Шеглунд спортовый». Это спортивное обозрение. Казимеш Визинский, тот самый из поэстической группы «Скомандор». Их Хенрик Буткевич, а также деятели Варшавского общества циклистов. В 1931-1935 годах одиночные путешественные велосипеды через Африку из Триполя на территорию нынешней ЮАР и обратно в Алжир совершил путешественник и журналист Казимеш Новак. При этом он проделал серьезную работу репортера и этнографа, опубликовал многочисленные заметки в польской прессе и сделал более 10 тысяч фотографий. На ней и пропаганды польского велодвижения усиленно трудились члены Варшавского общества циклистов. Об их приключениях во время одной из таких эскапад рассказывает книга на велосипеде по Малой Азии Феликса Галины Бевского. В 1932 годах во время оккупации велосипедисты заполнили городские улицы, частные автомобили и такси реквизировали, городской транспорт практически не действовал. Характерным элементом пейзажа военной Варшавы стали Викши. Зофия Нолковская 23 ноября 1939 года записала в своем дневнике. Трамваи стали редкостью и люди используют самые невероятные средства передвижения. Я видела молодую даму, ехавшую на платформе для перевозки пирожных, которую сзади толкал велосипедист. Велосипедисты также сыграли важную роль в деятельности подпольщиков. В интервью журнала «Велкий формат» Иоанна Пинсонова, которая во время войны была связной, рассказывала. «Адреналин, радость от того, что занимаешься взрослым делом, что каким-то образом участвуюшь в сопротивлении немцам. Я была быстрой связной поэтом, потому что ездила на велосипеде, на дамском. Я садилась на него в юбке, потому что в то время девушки иначе не одевались. На заднем колесе специальная сетка, чтобы юбка не попала в спицы. Берет на голову и что есть духу по Варшаве. Весной 1941 года город был весь с зелени. Одно удовольствие ехать». Во время войны польская литература пополнилась, пожалуй, самым полнокровным велосипедным произведением. Это были наброски пером Анжея Бабковского. Велосипедистом он стал случайно. По-другому ему было никак не добраться с юга Франции в Париж, где находилась его жена. Новые транспортные средства пришлось ему по душе. Какое-то время он даже работал в велосипедной ластерской. Его дневник полон записи о безумном славе по альпийским серпантинам, бесед с попутчиком, перемежающихся с описаниями реалий оккупированной Франции и рассуждениями о катастрофической ситуации в Европе. Все это написано в характерной для автора свободной манере. Сначала наброски назывались «Война и мир», из-за чего к нему приклеился и лык, который он, впрочем, сам себе присвоил. Когда я с сумасшедшей скоростью мчу на велосипеде по улицам, когда светит солнце и я чувствую себя счастливым, как никогда, я открыл улыбку мысли. Я не могу назвать это по-другому. Мне хочется дурачиться самому собой, делать глупости для самого себя. Меня распирает от какой-то глупой радости и легкости. Мне все нравится. Все вокруг подобной музыки, схваченной на лету настроения улиц и пейзажей, бьются вокруг меня, как какой-то танцующий хоровод пар, каждая одетая в свой костюм. Начатый во второй речи посполитый процесс развивался в ПНР. Популяризация велосипеда и организация масштабных велогонок продолжалась. В 1947 году был реанимирован Тур-де-Полу. Однако это мероприятие оставалось в тени нового детища социалистической Польши – велогонки мира. Это соревнование было создано по инициативе журналистов польской газеты «Гос.Луду», «Будущая трибуна Луду» и чешского издания «Руды права», которым вскоре присоединилась редакция гдейровская «Нойс Дочланд». В течение нескольких десятилетий велогонка мира была самым крупным любительским соревнованием велосипедистов в Европе. Несмотря на свой пропагандистский характер, гонка пользовалась огромной популярностью. Леопольд Ирман, взлом, описывал атмосферу столицы во время велогонки так. Велогонка Варшава-Берлин-Праве стала неотъемлемой частью быта горожан. В дни старта и на финише атмосфера варшавских улиц, где проходят трассы велогонки, как бы проникнута духом крестовых походов. Громадные толпы возбужденных празднично одетых людей жаждут воззнать должное величие спорта и с готовностью расплачиваются за это помятыми грубыми клетками, переломанными ребрами и загубленной обувью. Пересматривая записи велогонки на пике популярности, можно убедиться, что Стырман не преувеличивал. Градус экстаза публики можно сравнить только с массовым безумием золотой эпохи рок-н-ролла. Эмоции подогревала не только спортивная борьба, но и политика. В знак протеста против подавления пражской весны странами Варшавского договора чехи подкладывали на пути велосипедистов к Норьке. Варшаве на приуженность вызывали успехи советской команды. Например, в 1968 году в городе вспыхивали постоянные волнения с участием многих тысяч людей, а в сторону подиума летели бутылки, камни и горящие газеты. В 1986 году после аварии на Чернобыльской АЭС спортсмены заезжали в Киев, чтобы доказать всем, что якобы ничего страшного не произошло. Некоторые команды сбунтовались и сняли соревнования. Много внимания уделялось маркетингу марки с характерным глупком. В 1955 году в Польше стали продавать памятные платки, галстуки, велосипедные шапочки, шелковые шарфики, сигареты, конфеты, леденцы, фруктовые салаты и прочий товар с символикой велогонки мира. Велосипедные гады джеты времен ПНР прочно вписали в современную поп-культуру. Музыкант Фиш пел о велогонке мира на диване. А в композиции Лугова группы Пуски есть такие строки «Я мечтаю БМХ, крутя педали Вигра-3». Ну, вернемся же к началу и вновь обратимся к Болеславу Прусу. Если среди наших зрителей еще остались велоскептики, пусть сила аргументов писателя заставит их отказаться от своих заблуждений. Итак, если у вас есть деньги, обязательно покупайте велосипед. Не думайте, что в нем не сдится дьявол. Не бойтесь сложности обучения езде и не относитесь к нему легкомысленно, как к игрушке. А. Научитесь ездить и как можно чаще и как можно дальше выезжайте за город. Вскоре ваши мускулы окрепнут, восстановится сон, аппетит и настроение. Вы станете здоровыми, смелыми и вас благодарите ниже подписавшегося, который так горячо вас убеждал. Агитировал Прус в 1891 году. Вот и этот текст еще раз напомнил нам, что зима не будет длиться вечно, что карантинные ограничения все-таки снимут. И нас ждут солнечные деньки в поездках по красивейшим местам. Так что спасибо вам за просмотр. Мы уверены, что вам все понравилось. Оставайтесь с нами. Пока. Пока.